Прямо сейчас Татьяна Проворная приготовит вкуснейшее блюдо, где будут использованы и достижения испанской кухни. Доброе утро! Сегодня у нас в меню замечательный салатик, с моей точки зрения. Это из мелко нарезанных овощей с соусом гаспачо. Нам понадобится 2 помидора, 3 огурчика и крабовое мясо. Нам надо взять 2 помидорчика, сделать надрезы на верхней части, для того, чтобы снялась кожа, и опустить буквально на треть минутки в кипяток. Досчитаем до 10 мысленно и сливаем кипяток. И зальем их овощей. Достаем помидоры, нам надо их почистить. Теперь нам нужно очистить огурчики. Очищаю я специально так, чтобы оставлять немножко продольные полосочки зеленые. Чисто для красоты. Конечно, лучше брать огурцы, где меньше жидкости и меньше косточки. Нам нужно порезать огурчики мелко-мелко. Называется эта нарезка бренуаз. С огурчиком мы обзобрались. Подправляем его в салатик. Сейчас то же самое будем проделывать с помидором. Разрезаем помидорчик. И нам нужно убрать вот эту влажную часть вместе с косточкой. Она нам не нужна. Нарежем на продольные полосочки. Все семечки нам надо убрать. Теперь мы поступаем с помидорами так же, как с огурчиками. Мелко нарезаем. Прорпорция огурца и помидора примерно будет пополам. Раскладываем помидоры. Практически наш салат уже готов. Сейчас только разберемся с крабами. Вот так прямо вы их берете из банки, достаете их потихонечку, чтобы не попадались в полосочки. Вот такие пластиковые, вот это короткое, но они бывают и длинные. Их надо обязательно убрать. Крабовое мясо мы берем грамм 60. Сейчас мы посолим. Два оборота соломки. И поперчим по вкусу. Заправим оливковым маслом. Буквально столовая ложечка. Перемешаем. Займемся господчу. Мы берем помидорчик. И нам надо срезать с него красиво шапочку. Шапочка будет у нас для украшения. Мы ее оставляем. Мы разрезаем на куски помидор. Удаляем плодоножку. Далее нарезаем вот на такие кусочки. Нам понадобится блентер. Отправляем туда помидорчик. Нальем где-то здесь 50-60 граммов томатного сока. Одну чайную ложку бальзамического красного уксуса. Через какое-то время можно добавить немножко табашку. Самое главное, что нельзя лить оливковое масло. Потому что может произойти химическая реакция. Тогда наш суп будет не красно-морозовым. Это некрасиво. Вы его испортите. Поэтому масло мы нальем только так. Все. Наша гаспача готова. Нам нужно его посолить. Немножко. Также поперчить чуть-чуть. Сильно нельзя, потому что, в общем, вкус помидор. Острый перец перебивает. Теперь мы кладем кондитерское кольцо в середину тарелочки. И начинаем складывать наш салатик. Чем плотнее лежат овощи, тем легче вам будет снять кольцо. Вот такой салат. Теперь мы льем гаспачо. Мы берем оливковое масло. Теперь мы можем чуть-чуть сбрызнуть наше гаспачо. И самый пикантный момент. Мы берем нашу крышечку. И укладываем вот так вот. Самый последний штрих у нас будет наше зелье. Вот таким образом. Или листочек базилика. Поэтому вот такая красота у нас получилась. Попробуйте сделать этот салат. И он явно вам понравится. И вы увидите восторженные глаза ваших гостей. Приятного аппетита. Будьте с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова